Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону Как бы сказать вам разочарование что ли Храм с трех сторон окружен рынками Продовольственным, хозяйственным, вещевым и так далее И только со стороны соборной площади храм можно увидеть и посмотреть И храм сейчас на реконструкции, на ремонте В храм попасть невозможно Действует небольшой временный храм Который находится у колокольни А все колокола сняты И их можно осмотреть Единственное, что ждало нас приятное здесь У этого собора, у этого храма тяжелая судьба Кому интересно, почитайте В интернете очень много информации Очень надеюсь, что все здесь будет восстановлено И храм заиграет новыми красками Дорогие наши зрители Мы продолжаем свою прогулку По замечательному городу Ростов-на-Дону Отправляемся сейчас по Соборному переулку Мы покидаем Соборную площадь За нашей спиной остается Кафедральный собор Вперед Это сейчас замечательная пешеходная улочка Очень напоминает подобные улочки В городе Москве И в Санкт-Петербурге Очень напоминает И архитектура зданий И лавочки Вот эти деревья, которые посажены в тумбы Кафе Такое оживление Очень красиво Замечательный переулок На нас произвел Просто великолепное впечатление Да и мы были здесь практически как дома Как в Москве Эту улочку построили Или перестроили Так сказать, вернее Как раз К чемпионату мира По футболу А вот Алла Нашла кота Замену мне Который сидит на батарее Рядом с Сантехником Как я понял Памятник к сантехнику Над улицей Развешены лампочки В Москве У нас тоже так сделано Которые ночью Светятся Как будто звездное небо Ну и дедушка Ленина Как без него Значит мы подошли К центральному Городскому парку Имени Максима Горького Тоже как в Москве До 1917 года Это был городской сад Это старейший парк Парк Ростова-на-Дону Ему исполнилось 205 лет В этом году Занимает площадь 11 гектаров Здесь много цветов Всевозможных деревьев Разных пород Вот есть летний кинотеатр На котором как раз И наблюдал Как мама По всей видимости Репетировала с дочкой Какое-то выступление Чтобы дочка Приучалась К большому пространству В парке есть разные уровни Верхний и нижний уровень Такое я редко встречал Где-либо И мы с вами подходим сейчас К памятнику Великой Октябрьской революции И улице Пушкинской В принципе это была Основная наша цель На сегодня Мы продолжаем прогулку По городу Ростов-на-Дону Я вам предлагаю прогуляться По самой красивой С моей точки зрения Улицы города Пушкинской улицы Стояла 30 градусная жара И прогуляться По этой улице Было одно удовольствие Я бы все же назвал Эту улицу Не улицу А бульваром Для этого есть все основания Посмотрите Какая она зеленая Полосы встречного движения Разделены Между собой Такой зеленой зоны Конечно же Это бульвар Очень красивый Зеленый Много гуляет людей Детишек А самое главное Очень красивые Здания Стоят Вокруг Слева и с правой стороны По этой улице Это вот знаменитое Здание Психоаналитика Сабины Шпильрейн Судьба ее Очень трагичная Она была расстреляна Во время Второй мировой войны Здесь я не буду Об этом долго рассказывать Внизу Под фильмом В комментариях Я обязательно Напишу Несколько рассказов О самых интересных Достопримечательностях Этой улицы Поэтому Кому интересно Прочитайте Не забывайте читать Титры Комментарии Которые я Пишу Внизу Кадров Очень рекомендую Прогуляться По этой улице Я пожалел Что не зашел В это кафе Али говорю Давай зайдем В какой-то странный кафе Для меня построили Но она не захотела Не захотела Просто Время тратить Везде продавали арбузы Арбузы великолепные Мы Ну, к сожалению Попробовали Только в гостинице Очень сладкие В Москве Таких найти редко Потому что В общем-то Это быстро Порчащий товар И в Москву Отправляют Арбузы Зеленые А вот Памятник Александру Сергеевичу Пушкину На пересечении Пушкинского И Морошиловского Проспекта Пушкин Бывал В Ростове Ну, как минимум Один раз Официально Задокументировано В 1820 году Очень много Красивых Кафе На этой улице И Вот После уже Пересечения С улицы Чеховской Сейчас Подойдем К ней А улица Становится Полностью Пешеходной На этой улице Находятся Две библиотеки Факультет Филологии Журналистики Университета Музей И даже Не один И вообще Этой улице Присвоен статус Парковой зоны А вот Мы подошли К улице Чехова Это такой Замечательный Памятник Антону Павловичу Я видел Много Памятников Чехова Но мне Вот этот Памятник Понравился Больше всего Странный Музей Киногероев Но Не буду Комментировать Потому что Могу Кого-нибудь Обидеть А не Хотелось Б Кому-то Раз есть Такой Музей Кому-то Это Интересно Смотрите Какой Красивый Летний Кафе В тени Деревьев А вот Особняк Николая Парамонова Был такой В начале 20 века Книгоиздатель Потом Долгое Время Здесь Была Библиотека Сейчас Висит Объявление Что Вроде 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 Вся Вся Литература Из этой Библиотеки Переехала В другое Место Но я Могу Ошибаться Может Быть Там Просто Готовят Какой-то Ремонт А Здесь На Аллее Стоят Скульптуры Выдающихся Писателей Из Города Ростов Сидела Какая-то Интересная Группа Молодежи Я Предположил Что Это Занятие Может Быть По Актерскому Мастерству Такой Скорбный Памятник Политическим Жертвам Концлагерей Греческое Благовещенская Церковь Почему Новая Потому Что Была Старая Церковь Которая Была Разрушена И Сейчас Насколько Я знаю На Фундаменте Этого Храма Театр Кукол Города Ростова На Дону А вот Донская Публичная Библиотека Мне не Понравилась Честно Говоря Самое Мрачное Страшное Здание На всей Пушкинской Улице Ну Я Не Архитектор Города Ростов Надо Не Мне Судить И Не Жителям Города Ростова Ну Кирова Все Знаете Что Интересно Я Заметил В Городе Ростове Честно Говоря Не Припомню В Других Городах Это На Памятниках Практически На Всех Памятниках Которые Я Встречал С Обратной Стороны Написаны Какие Нибудь Фразы Которые Сказаны Этим Деятелям А вот Этот Памятник Мне Очень Понравился Так Назаваемые Пушкинские Шары Они Поставлены Примерно В 84 Году И Недавно В них Провели Свет Он был Изначально Но Вандалы Все это Разрушили Как Это Было Принято В 90 Годах Все Ломать И Крушить Очень Красивый Замечательный Памятник Нам Сало Очень Понравился Сейчас Там Провели Свет И Ночью Все это Светится Таким Красивым Рельефом Вообще Должно Быть Три Шара И Скульптор Анатолий Скнарин Мы Уже Много Памятников Его Видели Месте С вами Он Очень Надеется Что И Третий Шар Будет Отлит Наконец И Установлен На То Место Которое Планировалось Здесь Мы Познакомились Замечательной Парой Которая Оказывается Смотрит Наши Фильмы Это Было Очень Приятно Как Они Нас Узнают На Улицах Я Даже Не Представляю Мы С С Кошки Иногда Раков Поедим Пиво Попьем Подходим Утром К зеркалу Зуб Почистить Ба А Кто Это И Не Узнаем Вот Школа Именно Ириха Разорги Ну Я Думаю Пора Рассказывать Про Этого Знаменитого Советского Разведчика Казненного В Японии Не Надо Все Вы Прекрасно Знаете Очень Красивый Памятник Владимиру Высоцкому Мне Очень Понравился Он Даже Не Хуже Чем Памятник Установлен У нас В городе Москве К сожалению Улица Пушкина Бульвар Пушкина Подходит К концу Когда Мы Увидели Что Улица Заканчивается Стало Даже Немножко Грустно Пушкинская Улица Лучшая Улица Самая Красивая Улица Города Ростова На Дону Прогулявшись По Пушкинской Улице Города Ростова На Дону Мы Попадаем Вместе С В парк Революции Парк Имени Октябрьской Революции Он Находится В центре Города Рядом С Театральной Площади Является Одним Из Самых Популярных Мест Для Отдыха Особенно Детей Потому Что Здесь Много Всевозможных Каруселей И Прочих Развлечений Для Ребятишек Он Был Основан В 1926 Году Между Городами Ростов На Дону И Нахичевань Надону Оказывается Был такой еще Город Нахичевань Надону А сейчас Это просто Район Ростова Надону У нас Не было Цели Гулять По парку И кататься На каруселях Хотя Алла Кошка Постоянно Вырвалась Из моих Рук Хотела Прокатиться То на Паровозике То на Машинке То на Карусели И В итоге Я Побежала Но Целью Нашей Было Колесо Обозрения Кстати По размеру Это Третье Колесо Обозрения В нашей Стране 65 метров Я Даже Не помню Когда я Каталась Уже Последний Раз На колесе Тысячу лет Назад Когда еще Были Мамонты Помнишь Мы катались На колесе И я еще Отбивался Ногой От саблезубов Медведя А чем Это колесо Нас поразило Что На Всех колес На которых Мы когда Либо В жизни Катались Даже В Лондоне Кстати Даже В Лондоне Здесь Кондиционер А зимой Кстати Кабинка Обогревается Представляешь Ну Единственное Как фотографу Как видеооператору Здесь Есть проблема В том плане Что Снимать Приходится Всераз Через стекло Ну Они Стекла Протирают Вы видели Женщина Стоит И каждую Кабинку Протирает Чистым Спиртом Заметь Чистым Вот Смотрите Какие Открываются Отсюда Пейзажи Вдали Виден Дон Театральная Площадь Алла Кошка Как Молодой Начинающий Блогер Тут же Сунула Мне Свой Смартфон На Снимай Видео Снимай Фотографии А что Мне Делать А что Делать Приходится Снимать А вот Мужики С чашей Так Говорят Ростовчане Про Этот Фонтан Ну На Сам Деле Это То ли Аполлоны Кто У нас Там Сильные Мужики Аполлоны Или Аполлоны Или Кто Еще Круг Длится Примерно 12 Минут Получить Удовольствие Забыли Мы Сказать Что Билеты Цена Одинаковая Для всех К сожалению Для Пенсионеров Скидки Не Нашлось Но Что Делать Мы Скрипя Беззубым Ртом Купили 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 Билеты И поехали И вот Мы Внизу Это Еще Остатки Как Это Игрушка Называется Игровуха Или Как Она Или Забевуха Не Будем Не Будем Не Будете Мириться Нет Почему Скамья Примирения Я увидел На них Дедушку Бабушку Которые Сидят Такие Насуплившиеся Я их тут же Помирил Они Поцеловались Обнялись А я Очень довольный Пошел К фонтану Обожаем Фонтаны А это Наверное Самый большой Фонтан В городе Ростов-на-Дону Очень Красиво И вот Эти Три мужика Видите Держат Или Трот Четыре Слушай Или Три Или Четыре И вот Три пашки И всякие Там Лягушки Этот фонтан Был конечно Время Войны Разрушен Как и Ростовский Академический Театр Драмы Который Мы сейчас Видим В народе В Ростове Его называют Трактор Как это Не смешно И парадоксально Именно На основе Трактора Этот Театр Один из самых Больших Театров В России Не делали Не уходите Далеко Мы продолжаем Прогулку По Ростову На Дону Наступил Вечер И мы Решили Посмотреть Вечерний Город Ростов-на-Дону Я сам себе Спланировал Что вечер И закат Солнца Вот это Красивое Действо Вот это Алла У нас В воде А не Прошу прощения Вот это Алла Будет На этом Кораблике Это Будет Происходить На Кораблике А хотели Вообще На лошади На лошади Нашли Но Вы знаете Я Просчитался Несмотря На Все То Что Я Всегда Все Рассчитываю Просчитываю Но Один Момент Я Абсолютно Не Мог Учитывать А момент Этот Таков Дело В том Что Ростов-на-Дону Находится В принципе В другом Часовом Поясу С Москвой Как сказать Геологически Физически А В реальности Тот же Самый Часовой Пояс Я подумал Что если В Москве Солнце Заходит В 8 В 9 Часу Начиная От вечера То и В Ростове Будет Тоже Заходить В 9 Часу Вечера Поэтому Мы взяли такси И поехали Посмотреть Знаменитый Стадион Ростов-Арена На котором Проходили 5 матчей Чемпионата Мира По футболу И вот В тот момент Когда мы Подъезжали К стадиону До меня Дошло Что я Просчитался Солнце Уже Подошло К горизонту И Практически Уже Зашло И в тот момент Когда мы Прибежали В кассу Покупать Билеты На кораблик С которого Я хотел Снять Замечательные Красивые Кадры Заката Солнца Над Доном Прошу прощения Солнца Уже Не было Это Огромное Огорчение С учетом Того Что завтра Мы уже Улетали И Повторить Прогулку По крайней мере В этом году В этом августе Уже Не получится Прошу У вас Прощения Дорогие Наши зрители Сколько Алла Билет 100 Для пенсионеров 200 рублей Для пенсионеров 200 рублей То есть Здесь Есть разница Между Пенсионерами И обычными Гражданами Ну Соответственно Для детей Тоже Есть Какая-то Скидка Да Но Один Единственный Минус Там Заполняет Целую Целую Анкету Алла Заполняет Можете Представьте Анкету Заполняла Алла Чтобы Купить Билеты Как Пенсионер Я такого Никогда В жизни Не видел Алла Ты видел Когда-нибудь Обычно Пенсионное удостоверение Пенсионную карточку Этого Достаточно Чтобы Получить Скидку Ну Вот Такая Странная Вещь Набережная Потрясающая Красоты Все Это Сделано В чемпионат Мира По футболу Очень Красивая Набережная Просто Обалденная Даже Можем Смело сказать Что И В Москве Такую Набережную Не везде Найдешь Там Может Парки Очень Красиво И так Звучит Колокол И мы Бежим На наш Теплоходик Называется Если не ошибаюсь Атаман Вот я вижу Буквы Ата Атаман Да Атаман Точно Кораблик Наш Атаман Он Ждет Нас Наших Своих Гостей Атаманов В данной Ситуации Атамана Это мы С Аллой Кошкой И мы С вами Вместе Дорогие Наши Зрители Отправляемся В потрясающее Путешествие По Дону Правда Без Солнца Ну Что Поделать Извините В каждом городе Где мы Бываем В каждом городе Которым я Рассказываю Где мы Путешествуем Мы Всегда Если есть Такая возможность Стараемся Совершить Водную Прогулку По реке По озеру По морю Потому что У каждого города Много сторон Каждый город Магогранен И хочется И самим Посмотреть И вам Рассказать О разных Его гранях Это и город Утренний И город Вечерний И ночной И город Вид С моря С реки С воды Потому что Это абсолютно Другой город Конечно же В Ростове На Дону Когда мы Узнали Что есть Такие кораблики Мы сразу Побежали На этот кораблик Прокатиться Ну Тут Выбора Не было Что стоял На пирсе Что собирался Отправиться Туда мы И вскочили И поехали Наш кораблик Назывался Я уже по-моему Сказал выше Атаман Мы сели В самом Как-то правильно Сказать Хвосту Да На самом Заде На самой Задней корме Наверное На самой корме Этого кораблика За нашими Головами Трепыхался Флаг России Очень было Тепло Потому что Днем было Плюс Тридцать Лишним А вечером Все прогретое Воздух Вода Камни Все отдавало Своё тепло И было Невероятно Тепло И комфортно Если бы мы В это время В это же время Плыли Например По Москве Реке То мы бы Замерзли Мы бы Кутались В какую-нибудь Куртку Плет Потому что Зуб на зуб Не попадал Здесь же В Ростове-на-Дону Это все же Город Южный Было очень Очень тепло Очень комфортно Мы сразу Вспомнили Что так же Комфортно Так же Классно Нам было В городе Вологда Городе Вологда Конечно В городе Вологда Мы там были Лет Пять В десятом году Когда вот Самая жара стояла Да И мы были в Вологде И плавали По этой речушке Не помню Как ее же название Которая проходит Через весь город Невероятно Было Тепло Комфортно Классно Очень жалко Что там Я не снимал фильм Но здесь Нам очень тоже Понравилось Потому что Было как-то Уютно Очень тепло И Кстати говоря Парень там Который на кораблике Он все Подходил И говорил Кто откуда Мы Давайте руки Будем поднимать Мы оказывается Узнали Что в Ростов-на-Дону Приезжают Вообще Со всей России С Владивостока Даже люди говорят Мы с Владивостока Мы с Новосибирска Мы там еще Так удивились Думаю Ну надо же Люди откуда Даже едут сюда То есть Людей Путешественников Очень много И это здорово Это замечательно Это вселяет надежду Что не все еще Сидят на диванах И смотрят Эти нудный Зомбоящик Под названием Телевизор А вот так Смотрите Ночью Выглядит Стадион Арена Говорят Что во время Матчей Когда А там было Пять матчей Чемпионата мира По футболу Это Вот на этих стенах Вот эти огромные Телевизоры Которые На стенах Этого Стадиона Они проецировали Игру То есть Люди Которые Не могли Они все же Не могли попасть И цены Выкусали И билетов Было мало Там 40 тысяч А желающих Было намного Больше То люди Могли Находиться Возле стадиона И вот Прям на стенах На этих телевизорах Смотрели За матчем Представляете Как здорово Мы Закончили Наше путешествие По воде И пошли Погулять По ночному городу Посмотрите Какой красивый Памятник Ростовчанки Вы знаете Сейчас я Зачитаю стихотворение Льва Ашанина Которое здесь написано Дождики Всю землю Поливают Льдины Тают Каждую весну Девушки Хорошими Бывают Не в одном Ростове На Дону Но играть Не стану Я В молчанку Безо всякой Личней Суеты Я скажу Что девушки Лучшие Ростовчанки Лучше всех Да Не успели Прочитать Не успели Прочитать Но я вам скажу Абсолютно честно Что еще много Много лет назад 30 лет назад Когда я был В Ростове Я когда Приехал В Москву У меня Долго болела Шея А знаете почему То есть я все думаю Ну что же у меня шея-то болит Ломит А мне Алла кошка-то говорит Ну что у тебя шея ломит А что ты делал там в Ростове А потом я подумал И вспомнил Ёлки-палки Идешь по улице Ростова И практически За каждой Девушкой проходящей У тебя шея так Поворачивается То вправо То влево То вправо То влево И оглядываешься Смотришь Какая прелестная девчонка То есть в Ростове На Дону Невероятно Большой процент Очаровательных Девушек А вот одна из них Смотрите Прыгает в фонтане Да Я на нее смотрел И так завидовал А мне так захотелось Попрыгать Как ребенок А я завидовал А мне нужно было Разуваться Снимать носки Снимать ботинки Да, я тоже себя промокла Ну ничего Так было весело Хорошо Вообще Вы знаете Мы очень часто Завидуем детям Очень часто завидуем детям Потому что Ребенок проходя мимо Такого фонтана Он даже думать не будет Да, он сразу залезет туда И все Залезет И начнет там буйкаться Если конечно Мама с папой Не догонит И не схватит Вот он За шкирку Ну это и правильно А взрослый человек Начинает думать Промокну Не промокну А что подумает Окружающий А будет ли Крутить пальцем У виска Посмотрите Какое замечательное кафе Счастье Есть Какое Сколько смыслов Сколько смысла В этом названии Счастье есть Мы это знаем Определенно И Счастье Есть То есть Счастье кушать Счастье кушать Очень Замечательное название И пока мы Думали И решали Загадку Как же Расшифровать Название этого кафе Мы оказались Уже за столом И нам уже тут же Принесли пиво Мы даже его не заказывали Пиво принесли И через мгновение Перед нами стояла Огромная тарелка С раками Вы не представляете А мы о них мечтали Ёлки-палки Мы в них всех Перевозились В этих раках Потом пришлось В умывальник Мыть руки А потом нам Принесли Замечательную рыбку Девушка Официантка Сказала Говорит Вот тут Прямо Говорит В кафе Говорит Наши повара Говорит Ее ловят А вот бар Здоровых привычек Мы долго думали Что это такое А потом подходим А возле бара Стоит гиря Двадцать раз поднял Получил кружку кофе Тридцать раз поднял Кружку сока На набережной Какой-то парень Рисовал Такие картины С помощью огня Красок Из баллончиков Гуляя по городам Многим городам Европы Мы Видим часто Вот такую картину Да Музыканты Ну вот Я знаете Ой смотри Какой братан Младший братан Какая чаровашка Я знаешь На что обратил Внимание Вот почему-то Возле этого парня Который рисовал краской Извиняюсь за выражение Не воняло краской Помнишь Во всех городах Пусть показывают Как читают стихи Танцуют Пляшут Играют с огнем Играют на скрипке На рояле В конце концов Вытащите рояль Пусть люди играют А мы Говорим городу Ростов-на-Дону До свидания А тут смотрите Фотожапки От Марины Нашего подписчика Она уже прислала Четыре Фотожапки А вы Наши дорогие зрители Где ваши Фотожапки Мы ждем Убегая Фотожапки Продолжение следует Редактор с centers